всем привет новый влог мы с детьми собираемся на прогулку но мы ждем курьера который должен привезти продукты не пока спали пока я монтировала блоки и заказала продукты чтобы не тащиться в магазин а просто погулять на площадке и все но пока еще не привезли я не понимаю где курьер уже спать хочет как бы мы собирались на улицу выйти чтобы он там уснул еще полчаса есть курьера надеюсь придержится у меня случилось разочарование века все потому что мы с детьми решили прибраться вот в этом ящичке шкафчики точнее и просто смотрите не знаю видно вам или нет вот эта вся полка вздулась есть только смотрю открывают какой-то запах прям очень сильно гелем для душа по сейчас нам и в итоге здесь пролилось средство для стирки и гель для душа не просто плохо закрутила эти крышки что-то пошло не так сейчас я тебе достану господи все мы проще чтобы я ему достала мыльные пузырики которые очень сильно пачкают одежду кстати я так и не знаю как отстирывать всем понимаешь тут неудобно твоей этой штукой давай тебе туда налью чтобы больше было так тебе так не достать попробуй большая бутылка пробуешь внешне достать поэтому в маленькую я и наливаю что было удобно доставать не рад маленькую не стоит тоже не достать стоит тоже мало тепло он пачкает усилив помню как мы летом испортили мою кофту семки ну классный корпус так тарами я ж тебе сказала здесь мало средства поэтому это палочка не достанет нужно налить туда в маленькую баночку давай нальем пойдем в ванной нальем только что не различь мам мам чип 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 ду 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 ой wow Мы вышли на прогулку. Блин, вам ничего не видно. Мы все, мы лепим снежки. Вот, здесь снежка лепа. Лови. Ого, огромный. Да. Все. Раз, два, три. Давай еще. Сейчас у нас так тепло стало. И снег наконец-таки чуть-чуть подтаивает. И липкий становится, да? Ой. На самом деле, уже жду, когда весна будет. Когда весь снег растает. Когда надо будет одеваться в 10 тысяч одежек, чтобы быть. Давай, переворачивай. А что, просто взял ребенка и пошел в тучку накидывать. И пошли гулять. Еще. Все, мы тут сам с собой катаемся. На качельке. И счастлив. Молодец. Да, сам здорово у тебя получается. Ну, она так в жизни, летом она очень высокая. А тут все снегом замело. Мне с тобой счастье? Да. Хорошо. Он так катается. Я не знаю. Я тут хочу пить? Кто-нибудь там? Да. Минета? Да. Но как? Что? Мне надо сначала тебя запустить, потом я вернусь. Кто не может еще качать папу? Да нет, все будет. Давай я тебя запущу, будем вместе с тобой спать. Давай. Никогда не как. Мама. Что случилось? Что? Что мне надо? Тебя? Нет. А что? Качать тебя? Нет. Не качать? Да. А ты что хочешь? Так? Да. Так? Так? Ну все, пошли домой. Все, у нас случилась истерика, потому что он хочет, чтобы мы одновременно качались, но я не могу ему объяснить, что я не могу одновременно с ним качаться, потому что мне нужно сначала его раскачать, а потом самой начать качаться. Потому что вчера нас так Сережей качал, но сегодня-то его нет. Сегодня папа на работе, кто нас будет качать? Нет. Сначала я тебя отпущу и потом к тебе подстроюсь. Так будешь? Да. Сначала тебя, а потом я. Нет. Ну больше никак не получится. Мы одновременно не сможем сейчас. Дядя. Сзади тебя? Да. Ну хорошо. Мам. Ау. Дядя. Хорошо. Ребятки, мы пришли домой. Это просто жесть. Вот сегодня из тех дней, которые идут вообще не по плану. Не так, как я себе планировала. Я такая, ну ладно, и фиг с вами. Так, нам курьер привез продукты. Покажу, что мы заказали. Яйца. Тут две упаковки. Одну уже Сёма достал. Только почему-то опять они не в той упаковке, в которой должны были быть. Они должны были быть в переработанной вот этой упаковке такой. Никак. В ячейках. Но почему-то в таких, я не знаю. Сыр. Творожный. Килограмм муки. Я хотела большой, но заказала почему-то маленькую. И посмотрела. Мам. Леб. Ау. Но постарайся уже как-нибудь, пожалуйста. Курица филе. Вот и здесь. Грибы. И два килограмма картошки. Сейчас будем готовить, кушать, потому что время уже без двадцати шесть. Скоро придёт Серёжа. Надеюсь, что-то есть. А у нас там одна порция только осталась. Мам, беги, беги, беги. А сейчас. Мам, беги, беги, беги. Три. 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 Ку-ку. Сегодня из тех дней, когда... Мам, ку-ку. Когда дети что-то неимоверное творят. Сёма, как я уже вам сказала, капризничал на прогулке. Сеня поспал только на прогулке. И когда мы пошли домой, он проснулся, и больше я его не смогла укачать. ну хотя можно было бы еще минут 10 покатать его он бы даже но у меня был все мы который вредничал и в итоге мы пришли домой это кажу ладно пофиг как раз таки время в принципе плюс минус такое подходящее чтобы проснуться и что вылечь как по обычному режиму а вот график принципе не сильно поломался я конечно чтобы он поспал подольше то без у нас не на ручке пока не требует просто сидит смотрит поэтому думаю нас приготовим сейчас чем а еще мы заказали гранат который все можно успел поесть перед выходом сейчас мы съемкой собираем пазлы арсений здесь вот никак не так не пропустил одни лапки арсений пытается приподняться он короче начал пресс качать и вот так поднимается он очень опасненько выглядит да ага ты хватит не пускай господи ну а собрал он молодец опять лапки пропустил нет у лисички то еще лапки должны быть ой 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 а ну я не знаю где из три детали только все у тебя же все все три раз два три сейчас пойдем ужинать д сегодня нас что-то ужин поздно уже пол восьмого обычного часов 7 до кушаем ты уже скоро спать пойдешь нет я же тебе сказал сначала ногти подстригаешь будешь так вот наше сегодняшнее утро сегодня у нас есть подстригание ногтей все монолит что все они уже подстригли он синим прекрасно справился короче нас очень кто будет у тебя под ногтями будет грязь скапливаться если ты их не будешь подстригать потом всякие микробы там развиваются да и потом болеют развиваются кстати в четверг опять синий надо будет ехать к офтальмологу потому что у него опять с глазом это фигня мне кажется тоже никогда не закончится да сейчас опять капли прокапали вроде стало лучше и опять все по новой началось и мы походу поедем четверо мой втроем все вместе с детьми поедем у тебя грузовик есть у тебя и другой есть какой зеленый тоже зеленый есть есть маленький там игрушка зеленый с красным ты бог себя ведешь еще какие-то игрушки тебе надо опять папа рассказал когда зарплату получит ты долго плакать не будешь плакать давай ногти подстрижу Хочешь сам подстригать ногти? Хочешь сам? Чего плачешь? Ну, хочешь сам? О, а ты что подхватил? Брата заразил капризами, он тоже заплакал. На, Сеня. Топ-топ. Мы пришли с прогулки, и Сёмка тут достает свои игрушки. Просил он в кладовку залезть. Возвращались домой, и он такой... Нужно заглянуть в кладовку. И вот достал свои машинки, только разделся, и пошел сразу же доставать их. Сейчас нужно будет тогда лишнее тоже обратно убрать. Раз эти достали, будет пока этими брать. Сёмке пришел вот такой вот костюмчик теплый. Сейчас уже скоро совсем наступит тепло, весна. Ага, два целых. Два это он имеет в виду штанишки и кофточка. Я заказала в таком вот голубом цвете. Заказывала на Валберес, но там есть еще расцветки и размеры от 6 месяцев и до 3 лет. У него здесь есть небольшой начес, такой мягкий, приятный костюм сам на ощупь. Очень хорошее качество, я заметила. Тут хорошие стежки. Костюмчик без каких-либо лишних рисунков. Все, как я и люблю. Здесь такая вот вышивка. И еще один пунктик к качеству. Это то, что она проклеена. И не будет здесь ничего не натирать. У штанишек мягкая резинка. Думаю, не будет давить. И здесь снизу на штанине тоже резиночка. Такая не тугая. Приятно. Сейчас попрошу Семена померить этот костюмчик и уже показать, как на нем выглядит. Попросила Семку померить костюмчик. Ему прямо сейчас идеально сел. И думаю, сейчас немного теплее станет и можно будет переходить на куртку легкую и на штанишки. Вот так вот в полный рост Сему сложно. Что, много? Да, симпатичный такой костюмчик. Тепленький, самое главное. И по ножкам хорошо просвет. Ты чего? Опа, закрылись. Все. Сидим, играем. И Семка не хочет раздеваться. Так и сидит. Мы сейчас видели, как мы... Все, мы играем, просто носимся, включили музыку, танцевали, прыгали, но мы вообще собираемся на прогулку. Я уже половину вещей подняла наверх, да, чтобы пылесос запустить. Мы сегодня пойдем до дневного сна, потому что Сенька на первый свой сон так 20 минуточек поспал и все. Ой, Семка, я уже не могу бегать. Мама-то уже постарше, у тебя уже голова кружится. Ну давай пять, ладно. Не без музыки. Уже поднимем. Один, два, три, четыре, пять. Все, пять прошло. Мам, папу. Тебя поймать? Да. Поймала, 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 поймала. Все, пойдем одеваться. А то пока выйдем уже все, спать пора будет. Давай одеваться. Пойдем там, детки на улице по-любому гуляют. Будем вместе с ними гулять. Ой, папу. Мы вернулись с прогулки. И что вы думаете? Один маленький человек, который находится сейчас вот здесь. Он проснулся, как только мы зашли домой. Поэтому Семка поел. Мы его уложили. И сейчас мы с Сеней вместе будем заниматься домашними делами. Надо посмотреть кушать, готовиться. А еще хоть, может, видео попробую снять. Все равно мне, как бы, не отдохнуть спокойно. Хотя, в принципе, Сенька нормально просто может лежать либо на полу, либо вот сейчас пока в шеллонге, пока я буду готовить. И он особо не требует меня. Просто так смотрит, наблюдает за мной. Но когда ты просто в тишине сидишь, это очень даже приятно. Но, видимо, не сегодня. Ладно. Осталось совсем чуть-чуть. Да? И мама пойдет отдыхать. 1 марта я в спа пойду с мамой и с бабушкой. Так, Сенька, мне нужна кастрюля. Сенька, мне нужна кастрюля. Сенька, мне нужна кастрюля. Мясо снялась. Сенька, мне нужна кастрюля. Сенька, мне нужна кастрюля. готовлю мясо разделала осенька научился переворачиваться в обратную сторону он сейчас лежит на полу я это случайно увидела краем глаза не знаю получится снять или нет он такой лежал лежал и хоп и в другую сторону повернулся в разные стороны те положим вот так посмотрим получится у нас заснять это или нет а а а а а а а Мы уже второй раз погуляли, сейчас пришли, включили мультики, включили духовку разогреваться, сейчас поставлю в духовку готовиться, и Сенька, я не знаю, это просто что-то с чем-то, в итоге опять он прогулку проспал, мы подходить к дому, он проснулся, я его вроде еще покатала, он опять проснулся, короче, не улегся, он обратно, и всего 50 минут поспал на прогулке, как раз таки все время, и мы пришли домой, и я такая, все, сегодня просто будем лежать и смотреть мультики, немножечко подольше, у меня сейчас себе наняла чай, сейчас Сенька тут лежит, вертится туда-сюда, все, он посмотрит мультики, вот немножечко отдохну, надо еще, наверное, поужинать, или чуть позже, не знаю, посмотрю, просто, наверное, чай попью, да? И проблема со сном стала понятна, потому что у Арсения появился переворот обратный, да, с живота на спинку, и это прям вообще что-то с чем-то, потому что мы его положили, пока Сема пришли, делали омлетик, положили его, значит, в одно место, а он такой, хоп, на живот перевернулся, хоп, на спину, хоп, опять на живот, и оказался вот практически здесь, чуть ли головой не ударился, пришлось его вот отодвигать, короче, он сейчас туда-сюда крутится, вертится, прям вообще, Но, когда игрушки, получается, вот здесь, вот спереди, да, стоят, он психует, просто орет, потому что пока еще не может вперед нормально проползти, ее схватить, а то, что сбоку, он вообще легко стал доставать, раз-раз, и все, да? Молодец! Давно я не заканчивала влог в ванной, но сегодня именно тот день. Уложили детей спать сегодня на 20 минут пораньше, в 9 часов ровно Семка уснул. Вот, я сейчас пойду в душ, быстренько схожу и сяду монтировать видео. Надеюсь, сегодня его домонтировать, и завтра уже сохранить, чтобы в пятницу оно вышло нормально. А я сейчас стараюсь в понедельник, в среду, и в пятницу закружать видео, чтобы канал не пустел. И завтра предстоит сложный день. Я впервые поеду в поликлинику с двумя детьми. Ну, как бы гулять мы с ними. Гуляем уже нормально давно, там, месяца, наверное, осенний. Но я не могу спокойно выходить, да, когда там Сережа вышел на работу, у меня уже не было вариантов. И приходится гулять с ними с двумя. Это уже легко для меня. С ними мы ездили на почту один раз, тоже легко получилось. Но как бы будет в поликлинике, я не знаю. Потому что, в принципе, доехать нам в автобусе, кто-то поможет. Короче, ну, не проблема. А в поликлинике еще будут носиться, это точно. И я не знаю, как я справлюсь этим. Но у меня вариантов нет. Потому что с глазом Сенькиным все-таки надо разобраться. Еще мне сестра звонила, насчет привык. И сказала то, что, типа, сначала с глазом надо решить, потом уже прививки ставить, разобрать что-то. Это я вообще не знаю, из глаза берут какой-нибудь там мазок. Может быть, у него там какая-то фигня именно на слезистой сидит. И ему просто не те капли выписывали. Просто у нас ничего второмолог не сказала в поликлинике государственной. А в тот областной центр я хотела попасть платно. Но вот туда нельзя попасть спокойно. Потому что там тоже запись, даже на платный прием. И там эта запись была закрыта. Вот я сейчас завтра попрошу, может быть, она все-таки нас отправит туда. Ну, короче, ладно. То, что с глазом. Будем разбираться в завтрашнем видео. А я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего дня, настроения. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok